всем привет и слава украине сегодня у нас понедельник и с традиционным обзором мировых событий хорошо знакомы и любимы вами политический аналитик раме сегодня приветствую очень рад вас видеть неделя выдалась очень насыщенной и очень интересной скажу так что наверное мало мало каких недель вообще в году были настолько насыщенные встречи переговорами страстями которые кипели и так далее но началась она очень трагично она началась с массированного обстрела города в украине военные преступления которые уже стали давным-давно методом ведения войны российской федерации и я как раз таки в тот день когда этот обстрел в то в те минуты когда этот обстрел я одну вещь понял раз написал у себя что мы видели разные мы видели разные по ожесточению войны были бомбардировки ковендри были бомбардировки дрездена бомбардировки там американцами вьетнамских джунглей в том числе попадали там деревни сравнивали с землей советские войска афганские кишлаки в сирии мы видели страшные преступления но с такой чистотой по моему ни в одной войне не совершались вот именно так методично именно вот такими мерами то есть без всякой военной необходимости без ничего просто разрушается гражданская инфраструктура бьют по людям бывают людей надеяться запугать украине ваш комментарий и конечно же хотелось бы ударить акции в сша понимать лишь там что происходит но я бы не сказал бы что такое не было до этого особенно когда вы перечисляете и сирию и афганистан когда вспоминаете афганистан советских времен когда там миллион афганцев было уничтожено миллион понимаете там тогда же точно также было ковровые бомбардировки в сирии это было довольно недавно а если до этого вспомнить как они свой собственный грозный сравнивали с землей поэтому не надо ничему удивляться более того я хочу чтобы мы это начиная параллель советского союза тот же афганистан да и вот то что происходит в сирии и вот то что происходило в том же грозном это уже сделано нынешним режимом которые сидят в кремле и поэтому это их метод и удивляться тому что где-то больше бомб было брошено а где-то меньше это связано от того от тех целей задач которые стоят перед ними и от сопротивляемости той или иной территории я имею ввиду территорию той же сирии территории той же чечни да если мы так берем украина сегодня сопротивляется намного просто сильнее и как бы географически она оказывается довольно лакомым куском и поддержка который пользуется украина тоже надо отдать должное и вот это все сопротивление она и делает еще более таким остервенелом вот такую реакцию того же кремля поэтому с этой призме я вот так бы рассматривал да а то что ничем это не отличается от того что происходило в том же афганистане той же сирии или в том же грозном сто процентов потому что цель какая страх сравнять это все землей то есть когда сравняли с землей никто не сопротивляется нет человека нет проблема как говорил тот же сталин нет территории нет проблемы точно так же как сегодня это реализовывает уже путем ну слава богу что сегодня украина показывает зубы и она показывает их довольно мощно особенно последнее время после того как поставки вооружения со стороны запада уже стали носить системный характер и стали поступать именно те виды оружия которые помогали украине не только защищаться но и наступать и а последний случай с этим крымским мостом пока по сегодняшний день никто это не признает но я думаю ни меня ни вас гела это не должно очень сильно волновать мы точно знаем что это лично против путина украинцы это сделали или какие-то башни кремля это сделали не столь важно придет время об этом тоже мы все узнаем как обычно все тайное становится явным но факт остается фактом это был удар по главной скрепе того же путина и поэтому у него была такая болезнь на реакция но как и все предыдущие связаны с мобилизации связанные вот такие такие вот тела движения они еще более ухудшали его позицию в первую очередь в информационном плане в идеологическом плане вот такое безобразие сегодня и с каким ударом по своему имиджу столкнулся после вот этой скандальной мобилизации он точно также столкнулся с таким же ударом со стороны всего коллективного запада во главе соединенными штатами касательно вот этих варварских бомбардировок ежели до этого я помню восемь месяцев назад когда мы здесь у белого дома собирались на митинги и кричали и требовали от того от белого дома закрыть небо над украины тогда даже никто не слушал даже разговаривать на эту тему не хотели а сегодня вспомните что говорил последний в своем выступлении министра обороны сша лой достин и начальный генштаба генерал мили и то что сегодня говорят все лидеры семерки сегодня тема закрыть небо над украины стоит на повестке дня и уже даже конкретные поставки делаются и в первую очередь делаются со стороны стран которые все время лоббировали интересы того же кремля я имею в германию францию исходя из этого путин и здесь столкнулся совершенно с противоположным то есть его реакция бьет по нему то есть начало войны никакого расширения нато отход от берега к девяносто седьмому году демилитаризация украины если в результате что происходит милитаризация украины нато расширяется добавлять что и швеция и финляндия вот в результате последней вот этой варварской бомбардировки мы увидим как еще более накачивается оружием и непосредственно как в оборонительной системе так и в наступательной со стороны запада и поэтому сухом остатке путин получает все то что он и получил до этого и что еще более усилит политический кризис как внутри самой россии а если к этому добавить но я так думаю ближайшее время будем слышать довольно такие неприятные для путина сообщение с фронтов особенно касательно херсонского направления и конечно после этого путин будет делать снова какие-то такие телодвижения которые вновь будут усиливать его политический кризис других вариантов того чтобы он усилил свою позицию я не вижу и поэтому далеко не случайно здесь используются две тематики со стороны кремля с одной стороны бравада ядерным оружием а с другой стороны вбрасывается тема возможных каких-то переговоров ну как вы видите и та тема и эта тема довольно сильно нейтрализуется если тема переговоров она нейтрализовалась особенно после того как путь сам президент зеленский подписал указ они никаких переговоров с нынешним президентом россии то есть он точно так же повысил ставку в этом вопросе как путин повышает ставка так он повысил ставку потому что значит зеленский уже назад дороги не сделает вот шага не сделает в этом вопросе что касается другого вопроса я вижу что сегодня в этом вопросе соединенные штаты и великобритания поддержки украины пойдут до конца и поэтому я не думаю что ближайшее время у путину будут какие-то возможности сильно бравировать той же ядерным тем же ядерным оружием потому что мы видели как ему официально на эту тему сообщили через генерала петреуса или же бывшего главнокомандующего армии сша на европе генерал ходжес то есть эти два генерала два не случайных человека им поручили озвучить все то что ожидает россии случае применения ядерного оружия я не думаю что путин его ближайшего окружения они не понимают чем это чревато они и так нанесли сегодня урон той же украине в районе двух хиросим так если взять да по большому счету массе ну вот поэтому но украина стоит на ногах если будет 2 хиросима или 3 украина выдержит но что получит россия взамен уже получит совершенно не то что она получала за эти восемь месяцев далеко не случайно риторика на эту тему немножко поубавилась у той же россии поэтому в сухом остатке я думаю и россия своими варварскими бомбардировками больше проиграла чем она выиграла политически это самая оценку этому дала сессия оон несмотря на то что все мы сегодня критически относимся кого но это как будто лакмусовая бумажка даже те которые поздравляли его с днем рождения в петербурге шосс в астане которые собрались ни одна из этих стран даже иран который подставляет дроны они не поддержали в этом вопросе поддержались только те которые с ним связки включая белоруссию и саму россию никарагуа сирия и северная корея понимаете то есть и даже в этом вопросе он политически информационно идеологически и военно-технически загнал себя в изоляцию я даже сомневаюсь что он даже исходя из этого через месяц сможет поехать на г-20 потому что он не хотел бы выглядеть так там как он будет выглядеть в астане если ничего не изменится за этот месяц скорее всего туда не поедет если что-то изменится может быть он поедет потому что ему нужно будет как какая-то картинка а эта картинка пока ему не светит к теме голосования вон мы еще вернемся а сейчас не могу вас не спросить о странном поведении а может быть не странно может привычном поведении илона маска с его ставленками его заявлениями и так далее буквально сегодня наткнулся на дискуссию его с владельцем портала файлообменника мага дотком то ли это фамилия то ли написать за ним ставший фамилией дотком какая-то странная фамилия значит и там вот этот он тоже как бы за мир и так далее и тому подобное он говорит о том что как же так почему-то и дал задние ведь мир на пороге ядерной войны ведь важно спасти мироядерной войне от ядерной войны и так далее в чем дело что это за движение людей хоть и не политических но достаточно известных привидений дело я не слышал ваш вопрос потому что частично вы зависели поэтому если можно повторить значит по поводу не могу не не вспомнить об элоне маске его странном или может не очень странном значит поведении вот буквально сегодня я видел его дискуссию с неким дотком его фамилия то ли фамилия то ли это абсидонин который сказал фамилия владелец файлообменника мага такая такой есть тоже достаточно известный человек где они рассуждают по поводу того что мир на пороге ядерной катастрофы нужно спасти мир от ядерной катастрофы и так далее что это наивность или что-то другое расчет какой-то вы знаете меня уже спрашивали на эту тему я даже провел параллели между илом масками ким кардашьян в плане того что и у того и другого там миллионные там аудитория да какая разница сейчас же модно стало социальных сетях выступать и бизнесмены и политики и блогеры и разные люди собирают миллионы аудитории и стараюсь из нее сделать повестку дня вот на секунду представьте себе если ким кардашьян что-нибудь ляпнет такое касательно войны между армении и азербайджан да допустим ну что это как-то повлияет но это станет повесткой дня на два-три дня особенно на территории нашего южного кавказа да в армении в азербайджане поэтому но это никак не будет влиять предметной плоскости на политическую составляющую на военную составляющую точно так же как единственное что разница между илом масками той же кардашьян то что у нее денег побольше скажем так у нее чуть-чуть аудитория повыше но в социальном плане вот когда зеленский ему ответил илону маску там приняли участие порядка двух миллионов со стороны илона маска и со стороны той заявки которая сделал тот же зеленский до порядка двух миллионов и чисто в этом плане зеленский победил там 92 процента проголосовал как будто за то что все хотели бы видеть илона маска поддерживающим украину то есть вот и все до после этого илон маск сделал заднюю как сейчас говорят но я и тогда говорил о том что эта проблема будет решена потому что здесь проблема в деньгах если это не такая большая сумма для и для илона маска и для америки для всей этой тематики америка миллиардами поддерживает украину эту тему 80 миллионов долларов это не так сумма которая может помешать решению той или иной задачи вот и а то что просто его маска талантливый человек может быть поэтому правильная реакция была той же украина не такая болезненная вот но сказали все что они считали на эту тему наверняка илону маску тоже здесь что-то объяснили потому что все то что ты имеешь ты имеешь благодаря этой стране поэтому ты не можешь выходить за рамки стратегических и национальных интересов этой страны ты занимайся своим бизнесом никто тебе не мешает но другое дело есть вопросы которые тебе не надо лазить поэтому я так думаю это просто была информационная тематика на несколько дней как она появилась так она и ушла я не думаю что это тема для сериала мы были разговоры про старлинки старлинки играют достаточно серьезную роль в войне а так или иначе илон вас написал очень обиженный пост по поводу того что другие зарабатывают миллиарды на этой войне а я вот трачу свои деньги может быть он сейчас включил заднюю потому что ему наверняка сказали хорошо это тоже что-то заработаешь я не знаю но факт остается фактом он взял заднюю и ему наверняка объяснили что не дергайся все будет нормально и ты больше вреда нанесешь сам себе и своему бизнесу нежели ты принесешь пользу от таких заявлений не лезь большую политику занимайся своим бизнесом и поддерживать свою страну я думаю вот так ему это объясню по поводу большой политики выборы все ближе и честно говоря ну есть целый очень часто встречаются с комментариями что мол тревожно становится потому что давайте откровенно скажем если даже сейчас дай бог конечно но если даже сейчас все страны мира кроме Соединенных Штатов откажутся от поддержки Украины то да это будет неприятно но ничего страшного не произойдет все равно вот если США откажется а все страны остальные будут поддерживать то тогда Украины будут очень сильно и вот впереди выборы и впереди может быть даже в палате представителей конгресса будет большинство не просто республиканцев но и трампистов это может оказать какую-нибудь вообще какой расклад и насколько это опасно скажем так потому что об этом разговоры ведутся очень много разговоров я не думаю что это представляет какую-то большую опасность через призму той же Украины во-первых не забывайте что исполнитель власть еще следующие два года будет находиться в руках Байдена демократов а исполнитель власть имеет огромное количество рычагов влияния именно в этой области что касается самого конгресса я думаю в этом ничего плохого нет то что если будет баланс между конгрессом и белым домом всегда баланс вот такое соперничество той или иной области играла на руку тем третьим странам тем третьим лицам которые на этом разделяя власть как говорится да вот если Украина грамотно будет разделять и властвовать между демократами и республиканцами она спокойно от этого выиграет потому что и те и другие уже много лет спекулируют на теме Украины и рвут рубаху за Украину кто из них больше любит Украину вот и Украина должна грамотно на этом играть не только Украина не должна вовлекаться во внутреполитическую жизнь в соединенных штатах Америки вот соединенные штаты вовлекаются вот поэтому Украина должна позволять им вовлекаться ровно настолько насколько они будут защищать интересы украинцев то есть я имею и республиканцы и демократов от того что сегодня я я даже сторонник того я даже сторонник того чтобы именно республиканцы получили бы перевес в нижней палате знаете почему потому что на теме Украины они будут давить на тех же демократов действовать более решительно если вспомним восемь месяцев назад как действовали демократы и в Конгрессе в том числе и в Белом доме ни вы ни я не остаемся довольными от этой реакции и то что сегодня они стали двигаться в нужном направлении это не от того что они вдруг так поумнели их умными и такими смелыми сделали сами украинцы со своим героизмом мы должны об этом всегда помнить понимаете а если мы будем думать что это вот они такие вот потому что они вдруг так прозрели в один прекрасный дом это наивность и исходя из этого я наоборот сторонник того чтобы здесь в Соединенных Штатах всегда был баланс и борьба вот такая конкуренция потому что всегда борьба рыночная борьба политическая борьба она всегда в сухом остатке дает лучшие результаты чем какая-то такая однобокость и когда на нее повлиять никак не может поэтому я не вижу никакой проблемы через призму Украины Украина сегодня придерживается правильной позиции она пользуется двупалатной поддержкой двупалатной поддержкой и как только что-то будет не то Украина должна моментально реагировать но пока я таких телодвижений не вижу что касается Трампа и его сторонников я не думаю что они будут иметь определенный вес именно в этом вопросе они будут иметь определенный вес других вопросов касательно в первую очередь внутри политической повестки Соединенных Штатах Америки но это никаким образом не отразится не на поддержке Украины противостояние с той же Россией потому что сегодня Соединенные Штаты в завязке с Украины однозначно пойдут до конца это касается и демократов это касается республиканцев касается стратегический интерес в США уже здесь есть понимание того что нельзя повторять ошибок тридцатилетней давности это раз и навсегда эту раковую опухоль надо ликвидировать иначе это пойдет дальше и дальше это дойдет каким-нибудь одиннадцатом сентября до этой же Америки а я думаю американцы этого не хотят ну я думаю да я думаю что никто туда не ходит в первую очередь конечно же американцы не могу не спросить про это будет что-то вопрос по внутренней политике Соединенных Штатов и тем не менее это примечательно и интересно больше никаких караванов через Мексику заявил в Белом доме легализовав при этом 41 тысячу по-моему венесуэльцев последний поток и в общем-то закрыв ламочки миграционная политика Байдена претерпела серьезные извинения но правда его за это очень серьезно тягует такой влиять сенатов как Менендес в связи с чем почему Байден мы помним хорошо Трамп был против мигрантов демократическая партия вся в полном составе в том числе и Байден были замены сейчас что происходит почему вдруг так изменилась с точки зрения Белого дома ты понимаешь ну честно говоря я не занимался этой проблемой очень глубоко поэтому спекулировать на эту тему я не хотел бы я могу точно сказать что чем отличается политика демократов от и республиканцев касательно вот такого типа вопросов республиканцы в этом вопросе выступают более жестче нежели демократы демократы более лояльные и поэтому демократы были всегда сторонниками мягкой такой миграции то есть они и это очень хорошо отражалось на их рейтинге внутри страны и поэтому например основная поддержка избирателей это малый и средний бизнес а этот малый и средний бизнес если вы посмотрите кто там работает там огромное количество как раз таки латиноамериканцев работает и поэтому здесь политика демократической партии была более такая мягкая деньги которые делают те же республиканцы массе свои транснациональные компании а транснациональные компании очень много работают ну внутри страны они конечно пользуются услугами высоковолесцерных специалистов и дешевой рабочей силы за границей именно за границей и поэтому они вот так немножко агрессивные во внешней политике всегда были и поэтому они были жестко очень жестко подходили к теме иммиграции то есть если смотреть через призму украины это никакого влияния на это не если через через призму того что здесь внутри америки творится я так думаю это все связано как раз с выборами которые вот сейчас произойдут потому что не забывайте о том что мало того что еще кто-то не дошел до америки но огромное количество миллионы латиноамериканцев живут на территории америки многие из них имеют право голосовать и поэтому далеко для них не безразлично как они проголосуют буквально через месяц поэтому сегодня все что делается на в этой области не только в области миграции пограничных этих моментов в любой другой области даже включая та же тема к вида да вот она будет идти противовес тому что делали республиканцы для того чтобы как можно больше голодов голосов урывать на этих выборах а когда выборы пройдут вы увидите что тематика и вот насущность этих проблем также они отойдут всегда смотрите на вот такие резкие телодвижения той или иной партии той или иной администрации каких-то областях через призму выборов здесь в сша или промежуточных или через выборы президента к сожалению или к счастью я не знаю но так живет и так устроена эта страна это к счастью наверное к счастью потому что так или иначе раз страна мы еще поговорим еще про одну страну где все завязано на выборы сейчас и как раз уже не габель мы сейчас не будем интригу сохранять это продукцию и жили габель что блестящим абсолютно специалистом потом цены когда говорили про что в прошлую передачу в какой-то момент я из вас уже смотрите можно ли сказать говорить о каком-то авторитарном характере режима эрдогана когда мы с вами всю передачу говорим о том как эрдоган старается выиграть выбор авторитарные лидеры не стараются выиграть выборы это 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 нонсенс это оксимрон но вернемся к зеленскому и вернем многие многие говорят о том что мол ну перегибает палку слишком жесткий по отношению как европейским лидерам так и к сша слишком жесткие высказывания и так далее и тому подобное ваши впечатления и ваш комментарий поэтому я думаю президент зеленский ведет правильную внешнюю политику мне она очень нравится у него очень хороший министр иностранных дел дмитрий кулеба со своей командой и я вижу он видите и в африку ездит если надо как будто бы да африка где африка где война между россией украины только не случайно туда поехал лавров вслед за ним поехал кулеба то есть он по пятам не дает ему возможность где-то чего-то добиться такого поэтому это есть дипломатия это есть дипломатия а то что президент зеленский все-таки пришел из мира искусства мире искусство очень хорошо знать что такое пиар-компания и посмотрите как он грамотно использовал все возможности современных технологий свой опыт в этой области и завоевал сердца всех по всей планете здесь включая сша и сегодня поддержка украины на таком уровне это далеко не случайно и здесь заслуга как самого украинского народа украинской армии и ее политического руководства главе с дипломатом зеленским и первый его жест по поводу того что он байдуна отказал мне не нужно такси не нужно оружие это же крылатая фраза она я так думаю войдет в историю и еще будут вспоминать и вспоминать молодой парень как будто посмотреть сколько ему лет не имея никакого опыта политической борьбы да вот так же смеялись свое время и над рейганом который пришел актер был пришел и вдруг вот видите и развалил этот колосс на глиняных ногах до месяца с маргарет печет и поэтому он оказался в нужное время и в нужном месте и он это доказывает а учитывая то что он уже прошел через восемь месяцев вот такой жестокой войны против его страны и он стал намного сильнее нежели это было 24 февраля когда все готовились капитуляции украины я не думаю что он я вижу что он все жестче и жестче по отношению ко всем потому что это жесткость она диктуется этой войной и я не думаю мы сами же когда видим на все эти масштабы этой катастрофы мы вот со стороны из грузии я здесь соединенных штатов америки а каково украинцам которые вот видят что происходит с ними членами их семьи в арбине в учае мариуполе каково им на чисто человеческом плане мы сейчас параллели проводим со второй мировой войной вспоминаем времена гитлера это все мы не жили опять же тогда мы по воспоминаниям какие зверства это были да но это происходит на наших глазах а когда это происходит с твоим народом с твоим страной а ты еще руководитель этой страны какой мягкости от него кто ждет я не думаю что этого не понимают и здесь в вашингтоне и поэтому он даже в моем понимании он даже иногда мягкий иногда мягкий именно со своими союзниками он жесткий по отношению к россии вот и потому что это соперник соответствии этому но по отношению к союзникам он должен быть еще намного жестче особенно к тем ними продолжают пока еще заигрывать с той же россией потому что здесь уже рубиком пройден красные черточки черточки, линии, которые были в огромном количестве, уже переедены не единожды. Назад дороги нет. Здесь ты или ты на стороне добра, или на стороне зла. И я думаю, что политика, которую ведет тот же президент Зеленский в информационном поле, она соответствует той повестке дня, которая сегодня существует. И я не думаю, что кто-то сегодня может на него надавить. Единственная страна, как вы правильно отметили, весь мир может даже отвернуться, но если Великобритания и США будут стоять за ним, как это было во времена Маргарет Петчер и Трона Дрейгана, это было достаточно для развала Советского Союза. Евросоюз там вообще тогда не существовал. Поэтому, учитывая, что сегодня и Вашингтон, и Лондон в этом вопросе готовы идти с Украины до конца, ну и соответственно и президент Зеленский так себя и ведет. Хорошо, хорошо, что так. И по голосованию вон, вы упомянули Африку, глобализация. Я недавно был, так получилось, на концерте горийского женского хора. Ну, из гори же. Хор очень интересный. Так вот, вторая песня, ну, естественно, когда идешь на такой концерт, он в зале специальном, соответствующий обстановку, думаешь, что будут, ну, какие песни, или классика, или народная песня, что-то такое. Но вторую песню они исполнили, зулуцкую песню. То есть, это глобализация. То есть, еще прекрасная песня зулуцкая. И весь зал качался, весь зал с кучей твилистов, там иностранцы были, и качался вот под эти зулуцкие ритмы. А если пишу так, то, конечно же, вот это самое голосование ООН, это тоже Африка. Очень много стран. И так далее. И знаете, я, вы уже не раз обсуждали это у нас в передачах, но я хочу вот о чем поговорить. Такие страны, как Мексика, Бразилия, те же Саудиты, те же Эмператоры, они проголосовали за. Они даже не воздержались. Аргентина. Хотя, вроде бы, у этих стран достаточно тесное и даже теплое отношение к Путину. И антиамериканизм там достаточно на высоком уровне присутствует и так далее. И тем не менее. Это просто вопрос был такой о территориальной целостности. И они не могли подразумевать по-другому. Или все-таки это другой знак? Это знак того, что весь мир готовится к постпутинскому периоду развития человечества. Однозначно. Весь мир. И это характерно было видно в Праге, в Тамарканде, в Астане. И вот на этом голосовании в Организации Объединенных Наций. Даже такие страны, которые, как вы правильно отметили, были всегда лояльны по отношению к России, они даже в этом вопросе не поддержали. А те, которые приезжали к нему на день рождения, поздравляли его, говорили красивые слова в том же Петербурге, ближайшее его окружение. Ни один из них так же его не поддержал, ну, кроме Беларуси. Но Беларусь идет в связки, он идет на заклание, вот как это самое, баран, который тащит на заклание, а баран все-таки брыкается ногами и не хочет идти, а все равно он в такой ситуации, поэтому у Лукашенко других вариантов нету, потому что он загнал себя в эту ситуацию. И сегодня он, что бы ни говорил, как бы ни говорил, он обречен. И его будущее сегодня зависит в первую очередь как раз таки от Украины, и от тех солдат Беларуси, которые воюют на стороне Украины, и от тех солдат, которые, когда завершат дело с Россией, начнут заниматься уже непосредственно на той же Беларуси. И уже на помощь Беларуси не будет Путина с его возможностями. И это развалится в одночасье в течение одного дня. То есть в момент, когда развалится режим Путина, моментально развалится и режим Лукашенко. Поэтому, вот когда вы меня спрашиваете про все эти страны, которые вот так себя вели, ну посмотрите, как выступал Имамали Рахмон эмоционально на последней этой встрече, что он говорил. Посмотрите, как вели себя другие. Посмотрите на самого Путина, которого мы привыкли видеть совершенно другим, восседающим. А он уже не был в той роли и ни в Самарканде, и ни в Астане. И все это далеко не случайно. Мир готовится к постпутинскому периоду развить. Просто они все ждут, все в ожидании. Те, которые в игре, я имею в виду конкретно США, Великобритания, и все из тех, которые поддерживают сегодня непосредственно Украину, они в атаке. Они занимаются этой игрой белыми фигурами. Головец той же Украины. А те, которые сегодня со стороны наблюдают, они ездят и в Прагу, они ездят и в Самарканд, и в Астану. И там, и там принимают участие, держат дистанцию и ждут того момента, то есть, чтобы когда вот Титаник будет тонуть, помните этот фильм Титаник, когда он тонул, и когда вот засасывал за собой всех остальных. Вот они не хотели бы быть в такой ситуации. А то, что российский Титаник дает этот брешь, это сегодня очень хорошо видно. Нет, а факт, кстати, по поводу прежде, чем перейти к Астане, я просто напомню зрителям, и я не знаю, скорее всего, об этом. Знаете, я говорил в одной из передач про это. Ну, знаменитая фотография, где во главе стала сидеть Эрдоган, рядом Алиев, дальше Рахвон, Путин там посередине, Лукашенко и так далее. Так вот, телеграм-канал Кремлин Пул, это официальный телеграм-канал Кремля, опубликовал эту же фотографию, обрезав Эрдоган. То есть, обрезали Эрдогана, и получилось, что в центре сидит Путин. Ну, это уже, действительно, это было очень смешно, это очень смешно, что выглядело. Еще бы, если бы это опубликовал какой-нибудь там, ну, скажем, сочувствующий Кремлю канал, я бы это понял. Вот официальный телеграм-канал Кремля. Поэтому... Вы видели, какой урон информационный нанесла одна эта фотография кремлевской пропаганды, потому что одна фотография иногда может очень быть характерной той политической ситуации, которая, если когда кто-то хочет понять, что же было там в Самарканде, вот достаточно было посмотреть на эту фотографию. Все. И там было все было сказано. То есть, именно поэтому надо было сделать что-то такое. Ну, осталось только вот так, как вы говорите. Можно было не публиковать вообще эти фотографии. Ну, зачем так позориться? Ну, вот. Ежели они не опубликовали, но другие уже, весь мир же видел эти фотографии. Что-то я все делаю, что весь мир видел и видел совсем другое. Что мир состоит из того информационного поля, которое они организовали. То есть, у них все-таки есть своя территория. Зомбоящик смотрит же все-таки 50-60 процентов. Давайте, это один должное. Да, пока еще поддерживают. Мы же видим эти вступления многие. Поэтому расчет был именно на это. Кстати, по поводу поддерживают, вы знаете, на какую деталь я обратил внимание. Вот буквально вот сегодняшняя новость. губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о том, что среди погибших на полигоне в Белгородской области, когда два таджика расстреляли 11 военных российских, нет жителей Брянской области. я, когда первый раз прощал эту новость, я подумал, может быть, я перепутал, может быть, не Брянской, а Белгородской области, в Белгороде сушил, губернатор Белгородской области, нет, оказывается, Брянской. То есть, странная война какая-то, где губернаторы говорят своим гражданам, успокойтесь, я как можно меньше призывал отсюда людей, я наших людей буду беречь, там нету наших погибших, успокойтесь, это же о чем-то говорить, так ведь? Ну, страна больна, понимаете, это же не их война, это же не война народа, это война Путина и его режима, и они принудительно вот всем говорят, на нашу страну напали, а уже, они же сами же отвечают, а кто на нас напал, они бегут в Грузию, которую они оккупировали в 2008 году, как вы можете, то есть, вы оккупировали эту страну, напали на нее, и вы же спасаетесь в этой стране, просто благородство той же Грузии, что они вообще их принимают, да, я не представляю, что если бы такое было бы, например, касательно того же Азербайджана, например, да, если бы вот такое произошло бы, я бы выступал бы категорически против, как гражданин своей страны, чтобы ни одного из них пускать нельзя, кто бы, даже самого хорошего, даже самого хорошего пускать нельзя, потому что, как такое может быть, а теперь они бегут туда, они бегут в Финляндию, они бегут в Казахстан, то есть это позор, поэтому это не их война, и поэтому это было видно, одно дело, там зомбоящик преподносит это все, даже во времена Сталина, которые ненавидели Сталина, они пришли воевать, даже в штрафбат, они защищали свой дом, свою жену, своих детей, понимаете, тогда на самом деле немец напал, как бы они к Сталину не относились, а здесь же никто на вас не напал, здесь сидите целый день глупости болтаете про нацистов, там страна нацистов, там у них президент еврей, это вообще-то нонсенс, как вы говорите, Аксумирон, да как такое может быть, поэтому, естественно, эта ложь, она держалась, да, в определенных времен, но в 21 веке она же выходит наружу и тихо-тихо, уже знаковые их, такие даже деятели науки, культуры, литературы, искусства, там артисты, шоу-бизнеса, да, по главе с той же Пугачевой, молчат герои, они не герои, да, конечно, и не надо из них героев делать, но сам факт того, что они так же бегут, они так же молчат, все понимают, да, что происходит, поэтому, когда губернатор какой-то, именно это, как будто бы это не их страна, как будто Брянская, Белгородская область, как будто не одна страна, да, какая разница, Собаровский край, Белгородская, Брянская область, то есть это, вы такого могли представить, даже в времена Советского Союза, что кто-то такой мог бы это сказать, да, как будто бы враг один, и мы все воюем против этого врага, а тут получается, Кто враг? Так враг для Украины или враг тот, кто сидит в Кремле, который нас отправляет на это как мясо пушечное? И это все происходит. Поэтому далеко не случайно то, что там произошло на этом полигоне. Еще неизвестно, что там произошло на этом полигоне. Наверняка там произошло что-то такое, что соответствует вот этой мобилизации. То есть кто-то хотел идти, а кто-то не хотел идти, кто-то кого-то в чем-то уличил. А в руках уже когда есть автомат, если есть оружие, значит оно будет стрелять однозначно. И это характерный штрих, критерий вот этой самой мобилизации. Поэтому страна больна. И рано или поздно за все ошибки придется отвечать. Но каждая страна, как говорится, достойна своих руководителей. Поэтому весь российский народ, нравится кому-то или не нравится, должен будет пройти вот через всю эту такую же трагедию, которую они устроили всему человечеству. И в первую очередь той же Украине. Это, конечно, как бы мы и рангом отзовется. И уже отзывается. Вот не смотрят новости с Кавказа на Старой площади. Точно не смотрят. Потому что за 10 дней до объявления вот этой мобилизации, а Гильд Рустам Зады в эфире просто описал, как все это будет. Как будто вот мы сейчас можем описать, но он так это описал, а здесь не и до того. И к чему это все приведет. Смотрели бы, может быть и не сделали бы. Я думаю, что они не то, что не смотрят. Им по работе полагается смотреть все и мониторить информационное поле на планете. И они это делают. И касательно Кавказа точно так же. Я в этом просто уверен. Плюс я знаю, как работают спецслужбы. Значит, передачу с Агибин пропустили. Не думаю. Дело в том, что спецслужбы, они еще со времен Советского Союза четко знали реальное положение дел в стране. И я не думаю, что те, которые этим занимаются, они его не знают. Просто, как говорят, башни Кремля. И я так думаю, что вот этим идет противоборство. И я думаю, вот это 24 февраля и ошибочные решения, которые вынудили или подвели Путина под это ошибочное решение, которое поставили ему на стол, наверняка это сделали. Здесь две силы, может быть. Или дезинформация со стороны Запада. Как я говорил всегда, наживка в самом начале войны. И он проглотил эту наживку. Эту наживку могли усилить еще внутренними разборками внутри самой России, такие как ФСБ, Министерство обороны и многие другие, которые должны были знать, ну каким образом убрать их от власти. Значит, нужно сделать что-то такое, что должно сотрясти это. Ну, вспомните, каким-то образом же перестройка началась, а каким-то образом потом была попытка ГКЧП. Вот точно такие же похожие процессы сегодня происходят. Да, Путин и его команда учли ошибки перестройки гласности, и он не оказался Горбачевым. Но с другой стороны, Мавр сделал свое дело, Мавр должен уйти. А как уйти? Значит, нужно шандарахнуть по Крымскому мосту или помочь украинцам это сделать, если самим это сделать, с каким-то башням Кремля. Или надо напасть на Украину, зная о том, что там с цветами вас встречать не будут. Я не думаю, что все в России, особенно те, кто в спецслужбах работают, они не знают об этом. Не может такого быть, понимаете. Спецслужбы, они на то и спецслужбы существуют. Другое дело, спецслужбы могут подвести того же политика под неправильное решение. Целенаправленно. Целенаправленно тоже может быть. Это уже история. Мы же не знаем, как это все происходит. И как это происходил. Развал Советского Союза сегодня тихо-тихо открываются все эти документы. Поэтому когда-то и мы тоже об этом узнаем. Все это тайное станет тоже для нас явным. Но в любом случае Путин прекрасно, даже если не понимал, но он знает о том, что сегодня и мобилизация, и даже вот в перспективе, вот вы говорите, не слушает. Сегодня много ума не надо, чтобы знать, что завтра он объявит военное положение. Это еще больше усугубит политический кризис внутри самой страны. И здесь не надо же иметь особое познание политологии. А спецслужбы, они для того и существуют. Они реально знают, сколько сегодня поддерживают. И если бы они этого не знали бы, ну как вы думаете, для того создавали бы Росгвардию во главе с золотом, который личный его телохранитель был. Почему его туда посадили? Почему эту структуру создали? Эту структуру для того и создали, для того, чтобы погасить недовольство в этой стране. Это закон этого жанра. Если бы не было необходимости в этом, они бы ее не создавали. Значит, они знают вот эти умонастроения в собственной стране. Просто они думали, что они смогут это регулировать. Ну до поры до времени они это регулировали, даже в 2008 году, даже в 2014 году. Но сейчас это уже перешло, ну точка кипения пройдена. И вот эта поддержка Запада, на которую они также не рассчитывали, наверняка, особенно в первую очередь на США, она просто перешла вот эту точку кипения. И поэтому мы становимся свидетелями вот всего того, что там есть. И всего неправильного, которое нам кажется, почему они это делают. А у них другие варианты есть. Вот скажите мне, пожалуйста, уважаемый Гелла, а какие есть варианты сегодня у Путина? Поднять руки кверху, сдаться. Убрать войска. Отказаться от признания вот этих всех оккупированных территорий. Все, что это делается, это значит удар по имиджу, значит уходить. Значит, последний шанс, он должен, как Ельцин, прийти и сказать, я устал, я ухожу. Вот вам Патрушев или вот его сын, который будет вместо меня. Я все, что мог, сделал, я ухожу. Ну, а не дает ему гарантии, такие, которые он дал тому же Ельцину, отсидится где-то в этом плане. Пойдет на это Запад, пойдет на это Зеленский. Я не думаю. Так, видите, смотрите, кстати, вот это очень интересный, очень важный вопрос. Что может сделать Путин? Потому что Путин в Астане, и даже Путин в Самаркаде, и даже Путин в Санкт-Петербурге на саммите СНГ, когда, ну, прощайный тур был, оказалось, не совсем прощайный лидер СНГ, когда приехал. Лидер СНГ, молодой Сергей Берден Мухаммедов, который совсем не СНГ, но, видимо, там, Лурман Гулы решил запустить парня и сказал, езжай, посмотри с людьми, познакомься, поговори с ними, покажи себя. Нужно же в обществе находиться. Из-за того же, где СНГ, где туркленистан. Но потерянный абсолютно Путин в Астане, и было видно, что он знает, что он проиграл. Когда он говорит о том, что целью спецоперации, оказывается, была вода в Крым, ну, без комментариев, да, правильно же. А в случае вот по деле Хельсона, если Путин говорит, ребят, а мы уходим в Санкт-Петербурге, полностью уходим в Санкт-Петербурге. Ну, да, мы проиграли войну НАТО. Но в то же самое время не будет уходить ни в какие-то... Ну, с условием, что оставьте нас, но оставьте нас в спокое в предетах наших границ. Репарации, репарации, вот дайте нам продавать газ, и оттуда берите репарации. Такой вариант возможен? Не думаю. Точка невозврата пройдена, и это в первую очередь. Вы думаете, президент Зеленский, когда подписывал этот указ о том, что никаких переговоров с нынешним президентом, вы думаете, просто так это было сделано? Или он вот так вот спонтанно взял это, написал? Я думаю, это посоветовавшись с главными союзниками Украины, было сделано. То есть для повышения ставок. Он повышает ставки, и мы повышаем ставки. А для чего повышаются ставки? Для того, чтобы показать возможности игрока. Значит, потом карты открываются, да? И когда открываются карты, видно, что кто-то блефует. Хотя он говорит, я не блефую. Ну, не блефуешь, тогда показывай, насколько ты способен идти. И тебе покажут, насколько они способны идти. Поэтому я не думаю, что сегодня все то, что существует на повестке дня, вот и реально, это говорит о том, что дни Путина сочтены. Просто он будет сопротивляться до конца. Он может пойти по наихудшему варианту, он может пойти по худшему варианту. То есть, что выберет его окружение? Из двух зол надо выбирать меньшее. Вариант меньшего – это добровольный его уход от власти. Вариант худший – это какая-то внутриполитическая разборка и переворот какой-нибудь внутри страны. Но факт остается фактом, что Россия эту войну проиграла. А раз Россия эту войну проиграла именно на поле боя, значит, будет политический кризис. А как этот политический кризис удержать? Только тем, что нужно менять лицо этого режима. Других вариантов здесь просто нет. Я не думаю, что Запад сегодня, в первую очередь Соединенные Штаты и Великобритания, и та же Украина, нынешняя Украина, нынешняя политическая власть в Украине, будут оставлять шанс какой-то тому же режиму Путина. То есть раз он проигрывает, значит, надо дело довести до конца. А оставлять шанс – это было бы ошибкой, потому что завтра он просто соберет свои кости, залежит раны и вновь пойдет в атаку. Вы думаете, этого не понимают? Этого, раз мы с вами понимаем, есть аналитические центры и мозговые фонды такие, которые за это получают намного лучшую зарплату, уважаемые дела, чем вы и я. Несомненно, но на Западе тоже могут подумать. Но ничего, зато мы можем ограничить, мы можем не допустить этого и так далее. На самом-то деле вы озвучили несколько сценариев. Есть еще один сценарий каскадных – обвал государственности российской. И вот этот самый, как его было от фамилии, Магомац, кто его знает, когда он говорит о том, что в Брянской области все в порядке, наши никто не погибли в Белгородской области. Может, он себя видит резидентом Брянщина? Сегодня я же говорил об этом, что мобилизация стала началом официального политического кризиса. Вот такая мобилизация. А успехи Украины на фронте, они еще больше это усугубят. И в первую очередь это усилит центробежные силы, как это было во времена развала Советского Союза после вывода войск из Афганистана. И тогда вот это все в первую очередь произвело в национальных республиках. Мы увидим это все на Северном Кавказе, мы уже видели во время этой мобилизации и Дагестан, и тоже Чечню, национальных республик довольно в достаточном количестве, и Татарстан, и Башкорстан, и Якутия, и Тува. То есть это все в той или иной мере начнет проявляться, и похожие процессы, они будут идти не только в национальных республиках, и особенно в тех республиках, в которых социальная защищенность на самом низком уровне, и откуда граждане России больше всего были использованы как пушечное мясо. И поэтому это падение, как вы говорите, вот этого режима не только произойдет в Кремле, но и пойдет вот так эта децентрализация всей этой власти. То есть мы это увидим однозначно. Процесс будет тот же. Вот именно это, с одной стороны, и пугает. Запад, они хотели бы вот этот хаос тоже регулировать, как это было во времена Советского Союза. Поэтому они тогда закрыли глаза на биографию того же Ельцина и поддержали его, потому что он решил главный вопрос с этим ядерным оружием, да, перебазировали его на территории России, и все остальное списали и дали на откуп, и в результате получили то, что получили. Я не думаю, что сегодня они пойдут на такую же ошибку. Да, проблемы ядерного оружия существуют, но существует еще большая проблема, чтобы не повторилась бы та же ситуация, которую мы сегодня видим, чтобы не появился в перспективе какой-то новый Путин, который также потом начнет размахивать бюллинг. Поэтому эта проблема будет решена сегодня, здесь и сейчас, и она будет решаться в первую очередь руками. Да, действительно так. И действительно, когда мы говорим подготовиться к построссийскому миру, это не значит, что Россия вообще не будет. Россия, той России, которую мы знаем, не будет. Постпутинскому миру. Построссийскому тоже. Построссийскому роялти Гейдару Мерзе. Мне нравится это слово, построссийский мир, но это построссийский мир, это значит, что той России, которую сейчас мы знаем, ее не будет. Вот другая какая-то будет. Какая она будет, это уже... На самом деле, конечно, для нас это важно, но это пускай решает народы, которые живут в Российской Федерации сегодня. Но мы вот так на мягких лапах подобрались к региону. А в регионе у нас тоже интересные вещи происходили, потому что была встреча в Праге. Замечательная встреча в Праге, на самом-то деле, с хорошим результатом. Еще в Праге было сразу несколько встреч. Вот тут, кстати, вот Прага тоже прекрасно. Там фотографии, не надо с этим результатом. Там все в фотографиях, все абсолютно. И вот, значит, вроде бы как договорились, вроде бы как до конца года заключаем мирный договор, вроде бы как ждем гадости, и они уже, мы видим, каскадно пошли. Но зряда откуда-то не ждали. Макрон с иррационально антиазербайджанскими союзами. Иррационально. Я уверен, что Макрон говорит, если не он так думает. Но почему он делает, уже говорите, почему он сейчас делает союзами. У нас были разные дискуссии на канале. Они идут где-то уже четвертый день. Тем не менее, мне очень интересно, что это было? Вы знаете, я уже много слушал и выступал сам тоже на эту тему. И мне очень нравится фраза одного умного человека на эту тему. Краткость, сестра таланта, как говорится. Вот такой резюме, ответ на ваш вопрос. Французский петух, британский лев и российский медведь начали жестокую схватку за Южный Кавказ. Я уверен, победит Серый Волк. Я знаю этого у многих человек. Это фраза, это фраза. Серый Волк – это Турция. А вот то, что там это происходит, это понятное дело, что сегодня в регионе Южного Кавказа схлестнулись интересы Евросоюза и России. Встреча в Праге. Странно, что Топик не вспомнил Фраула. Дело в том, что в этой игре, в этой игре, как раз таки, сегодня Орел меньше всего задействован. Орел присутствует везде, но Орел меньше всего задействован. Сегодня на передовой находятся конкретно вот эти страны. И Брюссель, четыре встречи в Брюсселе, Прага, как вы сказали, с характерными фотографиями, и заявление того же Лаврова о том, что и ОДКБ направит туда наблюдателей. То есть наряду с наблюдателями от того же Евросоюза. Значит, ближайшие два месяца, это два месяца как будто бы очерчены, о том, что они будут являться, как сказать, точкой отчета и точкой завершения вот этого мирного процесса, о котором как будто бы договорились. Вот. Есть страны, которые заинтересованы в этом, есть страны, которые в этом не заинтересованы. Каждая встреча в Брюсселе, если вы помните, она завершалась тем, что после этого были эскалации на границе между Арменией и Азербайджаном. То есть приходилось силовое давление использовать для реализации определенных договоренностей. Мое мнение субъективное, что в последних эскалациях, особенно в сентябре, и август тоже, в последней вот такая крупная эскалация в сентябре, она произошла в неполитической воле, мне кажется, Никола Пашиняна. В неполитической воле, потому что, мне кажется, он не полностью контролирует силовые структуры у себя в стране. И это видно. Это видно. И видно по его поведению в Праге, по его поведению в Брюсселе. Вот. Потому что он, на самом деле, в сложной ситуации. Вот. У невесты четыре жениха. И Россия, и Иран с одной стороны, это старые женихи, и новые женихи, Ресепт, Франция и той же Америки. И куда притулиться? Куда притулиться вот в этой ситуации? Потому что Россия... Ну, Американцы вряд ли женихи в данном случае. Вы же сказали про Орла. А дело в том, что у Орла немножко другая функция. Он парит на горку. В любом случае, он довольно благоволит к Армении в определенных моментах чисто исторически касательно темы Турции и темы Азербайджана. Но когда дело касается его интересов, его интересов, он на определенный момент, если это не 24 апреля, если это не президентские выборы и паралландские выборы, он забывает об интересах той же Армении и вспоминает свои интересы. Я знаю, чем занимается Америка и как она парит. И у Америки интересы Америки превыше всего. Превыше интересов. Они сверху на это все смотрят. Это понятное дело. Но в любом случае, в любом случае, они также Европой не занимались. Дали ее на лодку. 20 лет. Но сейчас, вот видите, вынуждены заниматься, потому что они понимают, что это бумерангом бьет по имиду той же Америки. Поэтому они сегодня стали этой территорией заниматься. Южным Кавказом они пока не занимаются. Перепоручили эту территорию той же Франции и тому же Евросоюзу. Наблюдают за процессом, который идет в Брюсселе. В Брюсселе они встретились. В Брюсселе они как будто бы договариваются. Но идет выдавливание той же России из этого региона. Смогут они это? Я прошу прощения. Очень интересный момент. Просто я сейчас себя поймал на мысли, что я, а вот от вас услышал, что перепоручили, я от армянской стороны часто в частных разговорах слышу, что американцы перепоручили эту территорию Турции. И вот у меня сразу же диссонанс произошел. Сразу же я, ой, думаю... Здесь нет никакого диссонанса. Могу спокойно. Америка эту территорию перепоручила. Я не сказал, кому она четко перепоручила. Она перепоручила. Кому она может перепоручить эту территорию? Своим союзникам в Европе по НАТО. Кто является союзниками по НАТО в этой территории? И Франция, и Турция. Вот. Вот. Правильный ответ. Поэтому, когда вы говорите, это перепоручили, я имею в виду... Ну, теперь, здесь же две страны воюют, да? Армения и Азербайджан. На стороне Азербайджана Турция. На стороне Армении никого. Я имею в виду, всегда была Россия и Иран. Это токсичные страны. Значит, нужно на их место другие страны, чтобы были. Вот Брюссель в лице Евросоюза. И Франция, которая хочет играть активную роль Ангеля Меркель, тот же Макрон, тоже он стал это играть. Но он сделал, извиняюсь, крупную ошибку. Большую политическую ошибку. Вот он ляпнул, вот то, что он ляпнул, да? Он за эту ошибку поплатится. И вы в ближайшее время увидите. И если я так думаю, я так думаю, я очень хочу надеяться на то, что это будет именно так. Если Азербайджан, например, отзовет своего посла для консультации из Парижа, отправит посла Франции в Париж для консультации с тем же Макроном, поконсультируется о том, и уровень этих отношений уменьшится в политической плоскости. Потом компания Тотал будет отправлена обратно в Освоясь из территории Азербайджана, а ее проценты, например, передадут кому-нибудь в Евросоюзе, той же Италии, которая довольно прекрасно работает с тем же Азербайджаном, и когда объяснят французам и Евросоюзу, что мы будем иметь дело с Евросоюзом, но без Макрона, не с этим президентом, который сегодня лишил себя возможности быть беспреспрессным модератором в этом вопросе. Мы будем иметь с Брюсселем дело, но без Франции. И это тоже стоит ожидать в ближайшее время. Но то, что Азербайджан покажет Франции в этом вопросе ее место, можете не сомневаться. Теперь, что касается, я завершу вот эту свою мысль до конца, чтобы вам было понятно, как я вижу эту проблему, причины, и почему он ляпнул это. Он это ляпнул только по той простой причине, что он имеет огромный неуспех во внешней политике. Во Франции Буркино-Фасо возьмите, Мали возьмите, Алжир возьмите. Внутри своей страны у него очень низкий рейтинг. Я хочу, чтобы вы это понимали. Но он уже избран. Он уже избран. Он сегодня хочет быть в роли Ангели Меркель для той же Европы. Во-первых, чтобы быть Ангелем Меркель для той же Европы, ты должен руководить Германией в экономическом плане. Франция пока еще не Германия в экономическом плане. И второй вопрос. Ангелем Меркель завершила позором свое 16-летнее правление. И если у Ангели Меркель это проходило до 24 февраля 2022 года, у тебя уже это не пройдет, потому что война вот она в разгаре. И ты должен здесь вести себя как по отношению к Украине достойно, а ты этого не вел себя с первого дня. И ты хочешь всего по сегодняшний день ты себя ведешь лояльно. Ты даже заявления делаешь по поводу ядерного оружия касательно той же России. Не те заявления, которые делает тот же Орел, который порхает и летает из уст того же генерала Петреуса, например, сказанное. Сравните. Петреус, он все-таки неофициальное лицо. Дорогое дело. Вы же прекрасно понимаете, что генерал Петреусу поручили это сказать. Это то, что он не может сказать. Это ты скажи. В Азербайджане есть такая поговорка. Доченька, я тебе это говорю, а ты невестка. Петреус тоже есть. В Грузии тоже есть. Это то же самое. Генерал Петреус как раз таки озвучил то, что хотел озвучить Белый дом для ушей того же Путина. И он это озвучил не только для ушей Путина, но и для всех тех, кто муссирует эту тематику с утра до вечера в информационном поле. Поэтому Макрон совершил политическую ошибку вот этим своим заявлением. Азербайджан сегодня не мальчик для битья в этой ситуации. Азербайджан не Таджикистан и эти страны, которые там находятся. Азербайджан сегодня географически находится в такой территории, которая как лакомый кусочек всем нужна. И России она нужна, и Китаю она нужна, и она нужна Евросоюзу. Таджикистан тоже хорошая страна. Зачем Таджикистан не является? Я в политическом и географическом против страны ничего не имею ввиду. Я имею ввиду политический вес страны на политической карте. Если бы это было так, это было бы так. Таджикистаном занимались бы. А сегодня Таджикистаном так, как Азербайджаном. Казахстаном занимается Китай. И Таджикистаном Китай так же не так занимается, как он занимается тем же Казахстаном. Разница в отношении. Потому что у Таджикистана нет этих ресурсов и этих возможностей, которые есть у того же Казахстана. Да, Китай занимается, но не на том уровне. Если бы он так занимался бы, Эмамали Рахманов вот так в сердцах вот эти вещи не озвучит. Он это озвучивал бы на уровне того же Такаева. На уровне того же Такаева. Такаев по-другому это озвучивает. Давайте не будем пока от этого адвоката. Сделал ему Мали, конечно, это... Ладно, это был с ним, с Мали. Ну так вот, давайте вернемся снова к нашей территории. Что касается Макрона и его этого заявления. В ближайшее время ждите эскалации. Однозначно, ждите эскалации внутри самой Армении. Армении сегодня станет местом противоборства. Я не хотел бы, чтобы там произошло бы что-то такое, что может помешать мирному процессу. Потому что я сторонник этого мирного процесса. И насколько я понимаю, те, кто проголосовали за Пашиняна, они также сторонники этого мирного процесса. Иначе Пашинян не остался бы. Проигравший войну Пашинян победил на выборах. Это же нонсенс как будто бы, по идее. Такого же никогда не происходит. Всегда тот, кто проигрывает войну, его убирает, на его место приходит кто-то другой. Здесь такого не произошло. И поддержка Евросоюзом этих мирных инициатив Азербайджана, визиты в Азербайджан, вот эти перспективы этих газовых контрактов и всего того, что они хотят видеть, как они видят перспективы Южного Кавказа. И то, что говорят Пашиняну, договаривайся с Турцией и с Азербайджаном, лишний раз говорит о том, что и понимание в этом вопросе тоже есть. Но просто есть определенные силы, которые на это не хотят идти, не пойдут. Вот то, что произошло в отношении посольства Азербайджана в Париже, посольства Азербайджана здесь в Вашингтоне. Это же не просто так. Это говорит о том, что есть определенные силы, там же на Западе точно так же, которые этого не хотели бы. А о России, про Иран мы вообще не говорим. Поэтому я думаю, что в ближайшее время вполне возможны эскалации. Но сказать, что это как-то помешает Азербайджану в достижении своих целей, я однозначно знаю, что у Азербайджана помимо этого, вот представьте себе, не было Брюсселя. Нет этого Брюсселя. Азербайджан за эти два года добился определенных успехов. Включая тот же Лачинский коридор для начала. Пока он взял этот, новую дорогу открыл, правильно? А завтра он на этом Лачинском коридоре поставит не только свое КПП. Азербайджан вообще поставит там армию свою. Кто будет выступать против этого? Да, Армении могут сказать, Азербайджан пошел на нарушение соглашения два года тому назад. Так Азербайджан два года говорит о том, что Армения не выполняет своих соглашений. Вы не выполняете и мы не выполняем. То есть в подвешенном состоянии кто остается? Российские так называемые миротворческие силы. И что будут делать российские миротворческие силы в этой ситуации? Особенно когда Армения усиливает антироссийские настроения? Как вы думаете, в этой ситуации Россия чью сторону займет? А что Азербайджану выгодно? Азербайджану все не видит, что и Россия заинтересована в лояльности Азербайджана, и Евросоюз заинтересован в лояльности Азербайджана. А в чем заинтересована Россия? Как они ведут себя по отношению к той же Армении? И как они будут себя вести? Поэтому Армения очень сложная ситуация. И выход у Армении сегодня как раз таки в том, что договариваться с Турцией и с Азербайджаном. И об этом им объясняют в Брюсселе. Поэтому то, что сделал Макрон, он как будто бы пошел в разрез. Или для чего он это сделал? Если бы это было перед выборами, еще можно было бы это понимать. Но то, что он сделал это сегодня, я думаю, он получит довольно жесткую ответку со стороны Азербайджана. Я обсуждал этот вопрос, что сделал Макрон, как минимум, значит, сейчас просто с Бениамином, с Фархадом, с Валерой и с Володой Капчиком. А, ну наши постоянные зрители понимают, что речь идет о Багасяне, Мамедове, Чечелашвили и Капчике. Значит, ни один из них, ни одного из них я не нашел понимания. Мои версии. А у меня версия очень простая. Макрон не мог быть последником. И то, что Валера, конечно, правильно говорил мне, что он был последником в этой последней встрече в Фраге, но не может быть Францией последником между Азербайджаном и Арменией. Франция – сторона, которая всегда занимала позицию за армией. Кстати, в отличие от Соединенных Штатов, потому что Соединенные Штаты, они разные. И если мы говорим про уровень политического и военного сотрудничества, тем более военного сотрудничества между Азербайджаном и Штатами, между Арменией и Штатами, ну, извините, тут сравнение не в пользу Армении. Вот однозначно в сравнении в пользу Азербайджана, потому что действительно реально военно-политические связи Азербайджана и Штатов, которые не рекламируются. А мы же знаем с вами, на каком они уровне. Мы специально это выясняли у американских дипломатов и дипломатов военных в обществе. Но дело не в этом. Дело в том, что Армении нужна была сторона, в моей версии Армении, по-моему, нужна была сторона, большая сторона, которая ее поддерживает. Штаты не подходят ни по какиму. Европейский Союз, Брюссель, тут нужно четко разделять, это разные вещи, что Франция и Европейский Союз. Европейский Союз действительно последний, шармишер последний. Единственный, кто мог подходить на эту кандидатуру, это опять-таки Франция и Макрон. Что и сделал Макрон, для этого он должен показать полностью свою лояльность к Армении и нелояльность к Азербайджану. Таким образом, мы получаем пару Турции, Азербайджан, Франции, Армения. Разновеликие, на земле присутствуют Турции и так далее, но тем не менее какой-то баланс и Россия становится лишней. Но опять-таки, это только версия. Вы хотите, чтобы я поддержал вас в этой версии? Не знаю то, что вы думаете. Я хочу, чтобы вы показали. Давайте тогда сделаем так. Посмотрим на географическую карту местности. Франция имеет границу с Арменией? Россия тоже не имеет. Россия не имеет? Россия 200 лет она ее имела. Не, ну границы с Арменией Россия не имеет. Это 200 лет для возможности, что имела Россия. Советский Союз, империя. Нет. Кто может заменить Россию из крупных стран в качестве гаранта безопасности Армении? Турция. Турция не может. Турция в Союзе к Азербайджану. Есть кризис доверия. Я говорю, смотрите снова на карту. По карте, по карте. Вот только те страны, которые сегодня здесь есть, они реальные игроки. Все остальные, все остальные, они не смогут нам реально. Для этого, смотрите, да. Иран, Россия, Азербайджан, Турция, Грузия. Грузия, правильно? Грузия. Грузия – американский партнер Азербайджана и Турции. Правильно? Грузия не является региональной державой, скажем так. Я не об этом. Я говорю, давайте смотреть на географию. Смотреть на географию. Франция. Вот Азербайджан во второй Карабахской войне. Что сделала Франция? Да не на земле, не на земле нужно это мне. Я не знаю, на поемках. У нас сегодня проблема где, дорогой Гелла? На земле или где-то в воздухе? У нас проблема… У нас сегодня проблема не на земле. Как это не на земле? У нас сегодня проблема в плоскости признания территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. То, что Карабах – это Азербайджан. Чтобы Армения это признала, вот проблема единственная. Дорогой мой Гелла. Проблемы между Россией и Украиной сегодня находятся на земле, а не на Генеральной Ассамблее. Сейчас да, потому что идет война. Я же вам говорил о проблеме сегодня. Проблемы Украины и России находятся на земле. Проблемы Азербайджана и Армении находятся на земле. На земле. И она на земле должна решиться. Только после того, как она на земле решится, после этого мы можем говорить обо всем том, о чем вы говорите. Вот тогда, вот тогда пускай Армения и ищет себе союзника политического, с кем она будет заключать военно-политический союз, экономический союз, где она будет видеть свое место и значимость. Но сегодня у нее конкретная проблема. У нее конкретная проблема с конкретной страной под названием Азербайджан. Армения имеет территориальные претензии к Азербайджану. Азербайджан два года назад частично эту проблему решил. Осталось ее решить 5%. Азербайджан говорит, вот пять пунктов, которые надо решать. Армения говорит, нет. Или часть армянинского общества говорит, да, хочу решать. А часть говорит, нет, не будем решать. Не хочешь решать по-хорошему? Значит, будем решать не по-хорошему. Ты кому пойдешь жаловаться? Франции? Иди жалуйся. Франция, вот ты там, давай, делай что-нибудь. Россия, которая могла бы вмешаться, не вмешалась в этот конфликт на земле. Почему? Россия что, внезапно полюбила Азербайджан? Нет. Значит, ситуация такая, которая сегодня невыгодна России. Если она невыгодна России, каким образом Франция может повлиять на это? Азербайджан решит, давайте завершу, Азербайджан решит эту проблему и без Франции. И решит ее в рамках международного поля. Франция никогда не сможет собрать организацию объединенных наций, где 145 государств выступят против Азербайджана. Потому что Азербайджан не нарушал территориальную территорию Армении. Если разговор идет сегодня о границе, дайте какой-нибудь юридический документ о том, что это граница Армении. Дайте один юридический документ, что это граница Азербайджана. Есть карты в организации объединенных наций. Есть карты. Вот возьмите эту карту и посмотрите, где там Азербайджан что-то сделал. Вне этих. Пока идет. Это приграничный конфликт. Говорят, демилитация, демаркация. Так давайте делать. Причем тут Нагорный Карабах? Один секунд. Одну секунду. Причем тут Нагорный Карабах? И причем тут Франция? С какого боку здесь должна быть Франция? Вот когда война закончится, когда мандат ООН будет отдан той же Франции по просьбе той же Армении, а со стороны Азербайджана будет отдан той же Турции, вот тогда Турция и Франция смогут уже выступать каждый на своей стороне, со стороны. А сегодня проблема на земле. Армения может эту проблему на земле решить чьими-то силами? Французский легион придет там и будет воевать за Армению? Нет. Турецкие тоже там не воюют за Азербайджан. Там воюет Азербайджан, там воюет армия. Силы есть, сопротивляйтесь. Нет у вас силы сопротивляйтесь. Поднимите руки кверху, подписывайте капитуляцию. Других вариантов нету. Других вариантов нету. Понимаете, международное правие, международное правие, это территория Азербайджана. Вы говорите о том, что Азербайджан не пойдет на Ереван. Если кто-то хочет преподнести, что Азербайджан пойдет на Ереван, на Джермук, это глупости. Это глупости. Это просто информационные вбросы. Азербайджан просто говорит о том, что вот границу я буду делать так, как я вижу согласно своим картам. Я колышки вот так поставлю. Вот это высота моя. Вот это высота. Ты там наблюдателя сейчас поставишь? Два месяца я этого делать не буду. Я этим наблюдателям это буду объяснять, если наблюдатель меня спросит. С моей стороны. Это наблюдатель на твоей стороне. Я скажу, это моя территория. Все, договаривайся. Если ты... А почему два месяца? Вы не задавались этим вопросом? Потому что через два месяца должен быть заключен мирный договор. Вот поэтому. Правильно. Потому что делимитация, демаркация это 10-15 лет минимум. Значит, за два месяца какую-то карту возьмут, да, за основу, в которой будет это четко показано. Вот если договорятся, тогда не будет эскалация. Если не договорятся, будет эскалация. И что будет делать ваш Макрон? Что будет делать? Давайте попунктно. Давайте попунктно. Во-первых, по поводу территориальной целостности Азербайджана вообще не обсуждается. Это вопрос не про страну. Это вопрос исключительно про территориальную целостность Армении. Если Франция может дать гарантии, то только территория Армении может даваться. Только Армении. Что сказал Макрон в последнем своем интервью касательно территории Нагорного Карабаха? Что он ляпнул? Спорная территория. Он сказал спорная территория. Для кого? Для него. Так это для него. Для Азербайджана это же значит. Нет, вы сейчас спрашиваете о его роли, об его участии. Он так говорит, пускай реализовывает. Пускай пока... Но речь идет о другом. Что касается решения на земле. На земле Азербайджан может решить этот вопрос в течение 8 часов. 8 часов. Я думаю, этого будет достаточно, чтобы поставить одно КПП в лечение. А почему Азербайджан так не сделает? Нет. Я говорю, что может сделать. Я не говорю, что он сделает. Азербайджан так и сделает. Он может это сделать. Давайте я вам задам вопрос. Азербайджан так сделает. Что сделает Макрон? Ничего никто не сделает. Поэтому я и говорю, что на земле проблем нет. А зачем Армении человек, который ничего сделать не может? Армении человек, который ничего не может сделать где? На территории Азербайджана? Причем на территории Азербайджана? Речь идет о территории Армении. В Армении главная проблема сегодня это. Нет. Нет. В Армении не может быть главная проблема это. Дорогой Георгий, под крыльками присклавления между Арменией и Азербайджаном, это как раз-таки вот этот анклав нерешенный. Закончился. Нет, это закончился для Азербайджана. Он не закончился для Армении. Он может быть закончен в течение 8 часов, я еще раз говорю. Все. Но для этого нужно сказать русским, вы знаете, что идите лесом. И без взятия, без лирбы, без единого выстрела. Ведь это же так. Наш спор начался с того, что вы хотели приравнять Францию и Турцию. Нет, наш спор начался с того, что я хотел, чтобы Франция в качестве гарантии для Армении, не для Карабаха, не для Азербайджана, а для Армении, заменила Россию. Все. Это неправильно. Это неправильно. Потому что для того, чтобы заменить и стать на уровне, ты должен быть географически хотя бы здесь. Каким образом она будет? Каким образом она будет? А если тоже не нужно там? Проблема сегодня на земле. Проблема сегодня конкретная. Если Франция сегодня, Макрон заявил бы другое и сказал, заставил бы Армению подписать этот мирный договор, раз и навсегда. Если вот для этого он пришел в Прагу, Брюссель приходит, вот садится. Если Армения заявляет, что она идет на признание территориальной целостности Азербайджана, тема Карабаха вообще не обсуждается. Делимитация, демаркация делается на основании карт. И Армения в лице Франции, и Франция в лице Армении, гарант, и Азербайджан с Турцией тоже это подписывает. Тогда, конечно, так извиняюсь, Макрон же не это заявляет. А вы говорите, Франция хочет быть... Я говорю о той конфигурации, которая может быть и может вывести русских отсюда, с этого региона. Это не Франция. Это не Франция с такими заявлениями. Это не Франция с такими заявлениями. Это может быть только та страна, это только может быть та страна, которая заставит Армению подписать мирный договор на условиях вот этих пяти пунктов. Если это будет сделано, тогда любая страна, мне до лампочки, Франция, США это или Евросоюз, вот тогда с этой страной и Азербайджан, и Турция будут сотрудничать. Евросоюз и США не могут быть гарантами Армении, они могут быть только посредниками. Одну секунду. А Турция сегодня в какой роли касательно Азербайджана? Союзнической. А почему Евросоюз не может быть в качестве союзника той же Армении? Не может быть, потому что если мы говорим о противоборствующих сторонах, то в Евросоюз у него отношения с Азербайджаном такие, что не может быть в союзник об Армении в то же самое время. Это не Россия, которую я существовал. А что Франция не входит в Евросоюз? А? Франция не входит в Евросоюз? Франция входит в Евросоюз, но Франция и Евросоюз это разные вещи абсолютно. Нет, это не разные вещи. Это совершенно не разные вещи. Если Франция выйдет из Евросоюза как Великобритания, тогда вы можете это так говорить. Нет, это разные вещи, у них разные политические цели, и мы увидим эти разные политические цели. Мы видим Шарля Мишеля, и мы видим Макрона. Абсолютно разные. Абсолютно разные политические цели. Это вам так кажется? Шарль Мишель на эту должность назначил лично Макрон? И не так это. Он поддержал, но не назначил. Дело... Зачем мы выдаем желаемое за действительное? Мы прекрасно знаем, что такое Брюссель и Париж. И если мы сегодня говорим о том, что проблема где находится, я вам описываю эту проблему. Давайте будем выдавать желаемое за действительное, четко будем говорить. Проблема между Азербайджаном и Арменией сегодня, вот сегодня, находится в пределах того, что Армения тему Карабаха для себя не закрыла. Не закрыла. И она должна быть закрыта мирным договором. Этот мирный договор, мирный договор, Армения должна подписать. Кто может заставить Армению этот договор подписать? Или политическую волю самого армянского руководства, или политическую волю тех стран, которые станут гарантами для Армении. Франция не является такой страной. Она, наоборот, провоцирует вот этим заявлением Макрон, наоборот, лишний раз подтверждает о том, что я в этом вопросе и в этом вопросе не являюсь сторонником мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Я, наоборот, сторонник того, чтобы эта ситуация оставалась в подвешенном состоянии. Вот то, что говорит заявление Макрона. Я спрашиваю, как азербайджанец, азербайджанскую сторону. Мне нужен такой посредник со стороны? Каким образом мне наказать этого Макрона? Я ему покажу, что ты своими заявлениями еще сделал хуже той же Армении. И чтобы в Армении поумнели. Это что сделал хуже той же Армении, я с вами согласен как раз-таки тут. А Турция делает какие-то заявления, что делает хуже Азербайджана? Нет, конечно. А зачем тогда вы предлагаете Армении страну, которая делает хуже для Армении? Потому что других вариантов у них нет. Нет у них других стран. Почему нет? Кто? Почему нет? Турция с Азербайджаном мирный договор. И Орён, который летает сверху. И Орён, который летает сверху. Этот мирный договор уже предусматривает то, что уже ничего не нужно. Уже мирный договор есть. Дорогой Гела, вы чересчур преувеличиваете возможности Франции. Вы сами только что противоречите себе. Вы сами говорите о связях США с Азербайджаном. О влиянии США вообще на геополитику на планете. И на ту же Францию, и на ту же Европу. Во всех этих вопросах. И зачем, ёлки-палки, когда есть там Турция, член НАТО, который это перепорочено. И Турция стремится здесь выдавить ту же Россию с Южного Кавказа. Зачем еще лишний, который будет мутить эту воду в лице Турции? Но они же есть. Где они есть? Где они есть? Я не вижу их. На карту я смотрю. Я вижу Турцию, Иран, Грузию, Россию, Армения, Азербайджан. Где там Франция? С какого боку? Хорошо. Но без причин, зачем тогда Макрон сделал это заявление? Я ведь не за кого-то. Я просто хочу понять логику. Если кто-то делает идиотские заявления, это не говорит о том, что мы должны взять ему и сказать, раз что-то сделает, а завтра, если кто-то другой... Ничего никого не должен. Просто-напросто нужно понять логику для того, чтобы понять, что будет дальше. Логика в том, что, извиняюсь, Макрон сегодня пришел к власти на лозунгах про армянских. Там есть достаточно сильное лобби. У Макрона авторитет падает внутри страны. И, естественно, во Франции все время проармянские настроения были сильные. Вот он и держит нос по ветру. И дальше что? А Нэнси Пелоси зачем приезжала в Армению? Кстати, мне сказали, я не знаю, насколько это правда, что готовится очень серьезный визит серьезной делегации американской в Азербайджан как противовес к этому визиту. Я сейчас не об этом говорю. Я же помню, когда меня спрашивали, я сидел и говорю, в одно ухо заходит, в другое уходит. Это для выборов. Она приехала сюда, ляпнула. Но она же это сделала. Она же на Тайвань тоже поехала и это сделала. То есть Макрон делает именно то же самое жесты. Не, но Макрон это не Нэнси Пелоси. Макрон это все-таки глава господства, но Нэнси Пелоси это спикер. Касательно Южного Кавказа, то, что заявил Макрон и то, что сделала Нэнси Пелоси, это одно и то же. Потому что ни у того, ни у другого реальных рычагов влияния на мирный договор между Арменией и Азербайджаном нету. Нету. Потому что сегодня проблема на поле боя, на земле, на границе. Ни Нэнси Пелоси, ни Макрон это решить не могут. Макрон может туда отправить свой французский легион? Пускай отправит, да? Он сегодня наблюдателей туда направить не может? Нет, направить не может. Не спросив разрешения, у той же Армении. Армения не может на это пойти, без оглядки на Москву. А еще Азербайджан говорит, я подумаю, мне с вами общаться или не общаться. А вы говорите о том, что он должен быть гарантом, гарантом этой Армении. Для Армении. Да он не может быть гарантом. Если бы я был бы, например, в Армении, жил бы, и мне не нужен такой гарант. Лучше уж пускай будут Соединенные Штаты, которые будут стоять позади той же Турции. Не будут Соединенные Штаты гарантом для Армении. А зачем они не будут? Нет, я не говорю, что они будут. Турция член НАТО. Член НАТО. Турция решает вопросы. Но Турция сторона. Она же член НАТО. Это важно. Да, но все равно сторона. А других вариантов нет. А других вариантов нет. Турция на земле. А Франция нет на земле. Приведите Францию на землю, и тогда поговорим. Нет, на землю Францию никто не будет приводить, потому что на землю Францию приводить – это конфликтная ситуация. А в данном случае Франция говорит о том, что да, успокойтесь, заключайте договор, на вас никто не нападет. Кто это сказал? Франция? Франция? Должна сказать. Я совершенно другое случаю. То, что сказал Макрон, он совершенно сказал противоположное. Поэтому я так и рассуждаю. Потому что если бы он так сказал бы, как вы говорите, как это может быть в конфигурации мирного договора? Вы сейчас говорите о том, что как это может быть. Знаете, я тоже много чего могу сказать. Того, что мне хотелось бы. Мне хотелось бы. Но это не так, к сожалению, дорогой гелый. Если бы Макрон вместо этого интервью сказал бы совершенно другое. Если бы в результате того, что Макрон с Пашиняном встречались в Праге, встречались в Брюсселе, Пашинян взял бы и сказал бы, что в ближайшие два месяца подписание. И мы подписываем вот так-то, так-то, так-то. Все это делается. И тогда в России, лапки кверху, а что мы там будем делать? Тогда Россия оттуда вылетает, как пробка из-под шампанского. Тогда Франция становится на самом деле гарантом. И Турция, и Азербайджан. Я вам про это и долгую. Я вам про это и говорю. Так, извиняюсь, чтобы так это было, мы должны видеть телодвижение в этом направлении. А мы видим телодвижение в противоположном направлении. Абсолютно верно. И я говорю о том, что вот такой формат, такой вариант возможен. А все остальных вариантов нет. Я знаю. Вот вы говорите, возможно. Он только возможен тогда, когда, извиняюсь, дубинка будет над головой той же Франции. Потому что эта дубинка вот стоит сегодня над Арменией. Не подпишите мирный договор, значит, будет по-плохому. Идите к Франции и жалуйтесь. Идите в Организацию Объединенных Наций и жалуйтесь. Что вы будете? И соберете 145 голосов против Азербайджана, а Азербайджан не нарушал территориальной целостности. Ничего не лезет. Все решается просто на самом деле. Но решается каким образом? И без всякой Франции решается таким образом, что ставится один КПП, и после этого можно заключать договор. Ну все, вот в ближайшее время так и будет. И мы вернемся с вами к этому разговору. Я тогда снова вас спрошу, а где Франция? Нет. Франция в данном случае это для того, чтобы армяне себя чувствовали спокойно. Армения будет себя чувствовать спокойно, если, извиняюсь, французский легион займет ту же позицию. Нужен легион. Зачем легион, если мирный договор подписывается? Зачем легион? А где он подписывается? В смысле? В Тбилиси. Вот мне, я говорю, где вы видите, что он подписывается? Вот когда подпишется мирный договор, легион нужен? Что надо сделать, чтобы он подписался? Принуждение к миру. Принуждение к миру. А слова Макрона это не принуждение к миру. Слова Макрона это провокация к войне. Это провоцирует войну. Мы с вами просто говорим о разных вещах. Я говорю про то, что какая схема может быть выстроена для того, чтобы все были, скажем так, успокоились и были уверены в том, что их территориальная целостность ничего не угрожает. А Дарбатян возвращает свою территорию, и России нет на Южном Кавказе. Вы говорите, что желаемые вы даете за действительно. А я говорю о реальной политике. Реальная политика такова, что сегодня Армения не соглашается. Макрон, который поддерживает Армению, не соглашается. Значит, какой вариант остается? Силовое принуждение к миру. Вот Азербайджан, закрыв КПП, и еще сделать кое-как другие моменты, которые до этого повторялись, вот этой дубинкой, заставит Армению подписать этот мирный договор. А зачем другие моменты делать? Если закрывается КПП, все. Военных, гуманитарные группы могут пропускаться, а военные группы... Вы думаете, одним КПП решается проблема делимитации и демаркации? Это проблема... КПП решается тема Карабаха. Карабаха, да. А проблема делимитации и демаркации, она еще не завершилась. Проблема делимитации и демаркации можно ждать 10 лет. 20 лет. Нет. Если вы хотите, чтобы не стреляли, она должна решаться здесь и сейчас. Вот так, как говорили сейчас в течение этих двух месяцев. На основании конкретных карт. Нужна политическая воля. Нужна политическая воля. Со стороны Азербайджана и при поддерживающей ее Турции, она есть. Со стороны Армении и при поддерживающей ее Франции, ее нет. Для того, чтобы она была и было бы так, как вы хотите, так, как вы хотите, кого-то надо заставить. Как заставить человека вернуть деньги? Если он не дает добровольно. Значит, надо наехать на него по полной программе. Тогда он как миленький все это тебе вернет. Вот и все. Давайте будем наблюдать дальше. Я считаю, что... Я же говорю, это моя умозрительная схема, где Турция и Франция выступают сторонами... В 26 лет вот так же многие говорили о том, о доброй воле, о том, о всем, о всем. Что, мирно они вернули нам территорию? У меня нет в данном случае доброй воли. У меня, кстати, жесткий реализм. Нет, поговорить о том, что Франция, Франция вот так должна была, так, 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 так. Это все хорошо. 26 лет, 26 лет, 26 лет. Та же Франция в рамках Минской группы ОБСЕ. Они что, нам все вернули? Каким образом мы это все вернули? Силой, да? Вот как мы поступили до этого, силой вернули. Вот точно так же мы все остальное вернуем силой. Если вы не хотите, чтобы это было силой, сделайте мирно. Мы вам предложили этот вариант. Срок есть. Прилежащий последний срок вот эти два месяца. Если эти два месяца тоже будут не использованы, как надо, тогда будет плохо. Тогда будет плохо. Всем будет плохо. Но в сухом остатке победит серый волк. Можете не сомневаться. Значит, так или иначе, так или иначе, все это зависит от того, насколько будут успехи у ВСУ. Потому что если у ВСУ не будет успехов, и если победит медведь там, то медведь победит везде. Вот с этим тезисом я здесь с вами полностью согласен. Вот давайте на этой доброй нотке мы с вами и попрощаемся и скажем слава Украине. Верим ВСУ и слава Украине. Продолжение следует... Так. Продолжение следует...